Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы разбираем композицию Майкла Айрона «Брызги прибора». И перед тем, как мы начнем, хочу напомнить, что специально для вас под этим видео прикреплены моды в формате PDF, которые вы можете скачать, распечатать и всегда иметь перед собой нотный экземпляр. Это очень удобно. Там вы можете делать различные пометки, обозначения, которые помогут вам при работе над произведением. Также напоминаю, что в разделе «Хелп» мы собрали для вас основной теоретический материал. Если вы что-то не знаете или забыли какой-либо термин, вы всегда сможете найти нужное пояснение в этом разделе. Ну а тем, кто впервые за инструментом и не знаком с такими базовыми понятиями, как размер, длительность, аккорд, интервал, я советую прочитать про все это в этом же разделе перед разбором. Ну что, начнем? Перед вами композиция Майкла Айрона «Брызги прибоя». Вся пьеса построена на, пожалуй, наиболее легко воспроизводимой формуле – игре арпеджио. Арпеджио – это способ исполнения аккордов, при котором звуки аккорда берутся не вместе, а один за другим. Например, до, ми, соль, если это был бы аккорд, мы бы сыграли все звуки одновременно. Если это арпеджио, то последовательно один за другим. Существует бесчисленное множество произведений, основанных на этом приеме. И это неудивительно, ведь переливающееся звучание арпеджио на фортепиано, как и гитарные переборы, действительно очень красиво. Кроме того, такие произведения очень удобно ложатся в руки тех, кто хочет в короткие сроки исполнить что-то эффектное. Итак, размер 6 восьмых. Это значит, что временной промежуток от начала одного такта до начала другого будет равняться 6 восьмым длительностям. Чтобы уложиться в ритм, ведь в музыке он также важен, как и верные ноты, в каждом такте мы будем считать до 6. 6 долей с равными временными промежутками, где одна доля конкретно в этой пьесе равняется 1 восьмой длительности. То есть всегда верхняя цифра размера показывает количество долей в такте, а нижняя – длительность, которая составляет 1 долю. Напоминаю положение октав. Прямо напротив вас, там, где находится название вашего инструмента, располагается первая октава. Правее располагается вторая октава. Левее, чем первая – малая октава. Еще левее – большая. Итак, первый такт. Смотрим на нижний нотоносец, там, где стоит обозначение басового ключа. Расходящее движение восьмых начинается от ноты ля большой октавы. Начинает играть левая рука. Ля, до, ми. Движемся через клавишу. Ля, до, ми. Раз, два, три. Обратите внимание на маленькие буквы М, Д, которые стоят прямо под этими тремя нотами. Это сокращение от Мэн Гош, что означает «играет левая рука». Посмотрите далее на последующие три ноты. Над ними стоит обозначение М, Д, сокращенно от Мэн Дестра. Это обозначение правой руки. Ля, до, ми. Дальше октавой выше подхватка правая рука тоже ля, до, ми. Ля, до, ми. Теперь со счетом. Напоминаю, что считаем до шести. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Осталось добавить ноту до второй октавы в правой руке на счет раз. Соединяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Второй такт, восходящее движение в восьмых, продолжается. Играет левая рука от ноты ля первой октавы. Ля, си, до, далее подхватка правая, до, ре, ми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Соединяем первые два такта. Сначала со счетом вслух. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Движемся так же через клавишу. Ре, фа, ля. Правая подхватывает октавой выше. Ре, фа, ля. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Добавляем ноту фа во второй октаве на счет раз в правой руке. Соединяем. И четвертый такт. Там у нас всего одна нота. Нота ля, которая играется левой рукой и длится она целый такт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нота ля первой октавы. Соединяем третий и четвертый такты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. Теперь мы соединим целиком всю первую строчку. Со счетом слух. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 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 Еще раз, но уже без счета. Вы можете считать про себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Седьмой и восьмой такты. В своих нотах вы можете пронумеровать каждый такт, и это будет вам же удобнее сориентироваться. Начинать левая рука с ноты соль большой октавы. Идет точно такое же восходящее движение в восьмых, как и в первой строке. Движемся через клавишу. Начинаем с пятого пальца. Пятый, третий, первый. Соль, си, ре. Правая подхватывает октавы и выше. Соль, си, ре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И добавляем на счет раз ноту си. Первая октава в правой руке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Второй такт. Восходящее движение в восьмых продолжается. И начинается оно во втором такте с ноты соль, которая играется левой рукой первой октаве. Соль, ля, си, си, до, ре. Левая и правая. Теперь соединяем первый и второй такты второй строки. То есть пятый и шестой. Еще раз со счетом вслух. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Прекрасно. Следующий такт. Такт номер семь. Начинается в левой руке с ноты до большой октавы. Тоже идет такое же восходящее движение восьмых через клавишу. До, ми, соль. Подхватывает правые те же клавиши, только октавой выше. До, ми, соль. Соединяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И на счет раз добавляем ноту ми во второй октаве в правой руке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И восьмой такт – это одна нота ми, которая играется левой рукой в первой октаве. И длится она целый такт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Соединяем. Два такта – седьмой и восьмой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь без счета. Считайте про себя. Прекрасно. Теперь соединим целиком всю вторую строку. Медленно, со счетом вслух. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь считайте про себя. Сыграем еще раз. Чуть-чуть быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Прекрасно. Теперь соединим первую и вторую строку. Я сыграю со счетом вслух. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. И еще раз, но уже без счета. Вы считаете про себя. Итак, разбираем третью строчку. Это 9, 10, 11 и 12 такты. Левая рука начинает от ноты фа в большой октаве. Двигаемся мы точно так же через клавишу. Фа, ля, до. Правая подхватывает те же самые клавиши октавой выше. Фа, ля, до. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Добавляем на раз ноту ля в первой октаве. Она играется правой рукой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дальше. Десятый такт. Левая рука от фа движется вверх. Фа, соль, ля, подхватывает правая. Ля, си, до. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Соединяем девятый и десятый такты. Со счетом слух. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь считайте про себя. Одиннадцатый такт начинается с ноты ре в левой руке большой октаве. Двигаемся через клавишу. Ре, фа, ля, подхватывает правая. Ре, фа, ля. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Добавляем ноту ре второй октавы в правой руке на счет раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Двенадцатый такт. Восходящее движение в восьмых продолжается. Левая рука играет от ноты ре первой октавы. Ре, ми, фа, подхватывает правая. Это фа, соль, ля. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Соединяем одиннадцатый и двенадцатый такты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. Соединим целиком третью строчку. Со счетом слух. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 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 Сыграем еще раз. Считаем про себя. Я буду играть немного быстрее. Отлично. Четвертая строчка. Это тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый такты. Начинает у нас играть нота соль в левой руке большой октавы. Пятый палец. Двигаемся, как обычно, через клавишу. Соль, си, ре, подхватывает правой октавой выше. Соль, си, ре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Добавляем ноту соль на счет раз в правой руке. Она находится в первой октаве. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Четырнадцатый такт начинается с ноты ре, с той же самой ноты, которая заканчивала у нас тринадцатый такт. Ре, ми, фа, подхватывает правая, фа, соль, ля. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Соединяем тринадцатый и четырнадцатый такты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь считаем про себя. Пятнадцатый такт начинает играть в левой руке нота до большой октавы. До, ми, соль. Подхватывает правая рука октавой выше. До, ми, соль. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На раз добавляем ноту соль в правой руке первой октаве. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестнадцатый такт. Движение под тем же звуком, призвучие, как и в пятнадцатом такте. В пятнадцатом такте у нас было до, ми, соль. Правая до, ми, соль. Шестнадцатый такт. До, ми, соль. До, ми, соль. Соединим пятнадцатый и шестнадцатый такты. Считаем вслух. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь считаем про себя. Я буду играть немного быстрее. Сейчас мы соединим целиком четвертую строчку со счетом вслух. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 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 Я сыграю еще раз, немного быстрее. Считаем про себя. Отлично. Теперь соединим третью и четвертую строчки. По традиции вначале я считаю, затем играю еще раз и считаем уже про себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Я сыграю один раз без счета. Раз, два, три, четыре. Раз, три, четыре. Раз, три, четыре. Раз, три. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если вы внимательно посмотрите перед собой на нотный текст, который у вас перед глазами, я надеюсь, то вы заметите, что пятая, шестая и седьмая строчки полностью повторяют первую, вторую и третью. Соответственно, пятая повторяют первую, шестая – вторую и седьмая – третью. Поэтому очень подробно мы на них останавливаться сейчас не будем. Но отработаем переход от четвертой строчки к пятой строке. Сейчас я сыграю пятнадцатый, шестнадцатый и семнадцатый такты со счетом вслух. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще раз и без счета. Считаем про себя. Ну а мы подходим к последней строке нашей пьесы, восьмая строка. Это двадцать девятый, тридцатый, тридцать первый, тридцать второй и тридцать третий такты. Восьмая строка почти идентична четвертой строке, но здесь есть небольшие изменения. Двадцать девятый такт, начальный такт, первый такт, восьмой строки полностью повторяет тринадцатый такт, первый такт, четвертой строки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все то же самое. Тридцатый такт. Теперь сравните тридцатый такт и такт под номером четырнадцать. Первые три ноты, ре, ми, фа одинаковые. А дальше смотрим четырнадцатый такт. Там идут фа, соль, ля, а в тридцатом такте движение вниз. Фа, ми, ре. Вот оно маленькое различие. Вы можете обвести прямо в нотах фа, ми, ре в тридцатом такте и фа, соль, ля в четырнадцатом такте. Так вы будете знать, что здесь есть изменения. Теперь сыграем тридцатый такт со счетом слуха. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ре, ми, фа, фа, ми, ре. И соединим его с двадцать девятым тактом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И без счета. У нас остались три последних такта. Тридцать первый, тридцать второй и тридцать третий. Сравниваем их с пятнадцатым и шестнадцатым тактами в четвертой строке. Напомню вам пятнадцатый и шестнадцатый такты. Теперь сыграем тридцать первый, тридцать второй. Как вы уже успели заметить, они полностью похожи. И тридцать третий такт – это верхняя нота до. Она находится в третьей октаве. Соединим тридцать первый, тридцать второй, тридцать третий такты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Верхняя нота до в тридцать третий такте длится целый такт. Считаем до шести и играется она пятым пальцем правой руки, то есть тридцать второй и тридцать третий такты. И вот длинный ход правой руки. Сейчас мы соединим целиком последнюю восьмую строку. Вначале я считаю вслух, затем играю еще раз и считаем про себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В конце можно сделать небольшое замедление. Сейчас мы попробуем исполнить всю композицию от начала до конца. Со счетом вслух. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 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 Молодцы! Сейчас мы сыграем еще раз. Будем считать про себя. Попробуем немного быстрее. Попробуем немного быстрее. Попробуем немного быстрее. Попробуем немного быстрее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы играть немного быстрее, будем считать про себя. Играем все произведение на штрих легато. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok С вами была Валерия. Спасибо за работу и до новых встреч в Piano Library. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok